Продолжим изготовление календарика. Давайте, прежде чем мы начнем делать другие компоненты, подгоним то, что у нас получилось, нашу модель, под референс. Сейчас можно заметить некоторые отличия между нашим моделью и референсом, в том числе несовпадение профиля, который у нас есть у календаря на референсе, размер вот этой ручки тоже на референсе больше и высота самой вот этой нижней стойки на референсе также больше. И прежде чем мы продолжим, я хочу это все исправить. Для начала я подгоню вот этот вот фрагмент с окошком. Выделим оба вот эти фрагмента, подставку и само окошко, и с помощью GZ подвинем вверх. Если посмотреть на режиме сетки, то они меньше по размеру, чем опять же на референсе. Поэтому что здесь можно сделать? Можно либо просто увеличить их по Z. В принципе, это конечно не особо желательно. Но здесь они не слишком сильно растянутся, если мы подвинем чуть-чуть. Поэтому я думаю, это будет здесь самый простой такой метод решения этой проблемы. Нажмем SZ и поднимем буквально чуть-чуть до совпадения с референсом. У нас получилось так же, как и там. Так, если посмотрим вот здесь, да, еще нижний край должен быть, то еще чуть-чуть опустим и с помощью SZ еще немножечко растянем. И проверим, чтобы у нас ничего особо тут не слетело, да, все нормально. Эту штуковину сделали, да, теперь вот это все вместе выделяем и двигаем до совпадения по нижнему вот этому основанию, да, так как у нас здесь центральная точка объекта, то от него будет проще масштабировать и так далее. Во-первых, высота, опять же, да, высота не совпадает. Вот, высота у нас на референсе больше, на самой модельке у нас высота меньше. Поэтому я вот подумаю сейчас, как это сделать. Наверное, лучше сначала выделить все вот эти верхние точки поверхности, которые у нас есть. И давайте на режиме сетки поднимем их выше до совпадения с референсом. Теперь, что важно сделать, чтобы попасть еще вот в этот профиль. Я хочу попасть в профиль, но при этом не хочу сдвигать то наше вот это вот окошко, которое мы уже здесь сделали. Вот, поэтому вот эти детали, вот эти фрагменты все центральные мы выделять не будем. Чтобы нам было проще с ними вообще, с остальными вот этими деталями работать, давайте выйдем в изолированный режим. Выберем все вот эти вот вершины центральные и с помощью кнопки H их вскроем просто-напросто. Теперь у нас на режиме Solid видны только вот эти части, которые нам нужны для профиля. Так, что теперь сделаем? Да, теперь давайте перейдем на режим сетки и начнем выделять вот эти вот вершины и сдвигать их по оси Х до того уровня, где они будут совпадать с референсом. Если вам это будет удобно, можете включить вот здесь показ модификатора, отображение его сразу. И тогда вам будет видно при сдвигании, да, как будет идти высокополигональный объект. У меня сейчас, да, плохо все это дело видно, опять же, вот, но все равно удобнее, чем вот так, да, когда непонятно, как у нас будет идти сглаживание. Ну, в принципе, это, опять же, я говорю это на ваше усмотрение. На режиме сетки обязательно выделяем вершины, иначе у нас тут, да, по две, даже не по две, а по четыре их, могут задние вершины оставаться невыделенными, да, и тогда придется их отдельно подправлять. Нажимаю СХ, поправляю, следующий ряд выбираю. Вот здесь надо быть осторожнее. Да, я сейчас подправлю последние вот эти вот, вот эти две, да, до вот этой детали. Даже, знаете, что вот эти вот подправим сейчас отдельно. Так, сюда, 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 сюда и сюда. Все только по оси Х, да, я поправляю. Вот у нас идет наша геометрия. Сейчас посмотрим поближе. Не видно, да, мне сейчас, как идет у нас сглаживание. Вот, ну, примерно оно вот похоже по форме на то, которое у нас есть на референсе. Так, здесь сделали, здесь теперь что, да, подправим и здесь тоже, что, если что-то некорректно. Так, и здесь у нас идет вот эта целиком деталь. Поэтому давайте мы ее целиком и выделим, и подвинем просто до вот уровня референса. Если что-то не совпадает, просто выбираем все вот эти вот вершины, которые здесь находятся, и двигаем их вперед до совпадения с референсом. Так, так, здесь, так, здесь, так, так, так. Вот, вот что получилось. Мне кажется, здесь одного лупа не хватает. Но мы это проверим сейчас, вернув на прежнее место всю нашу геометрию. Для этого нажмем Alt-H, и у нас все появится на месте, там, где и было. Давайте посмотрим, как это выглядит теперь. Должно быть более-менее совпадение с референсом. И давайте сделаем дополнительный луп вот здесь, так как у нас большой участок получился, да, на котором нет никаких лупов. Вот, сделаем дополнительный луп. Все так же я с вот этих вершин, со всех центральных, на режиме сетки выделения сниму. И опять же с помощью SX расширю здесь, да. И вот для этого ряда с помощью SX сокращу наоборот, да, в другую сторону надо вести. Вот, посмотрим, что у нас получилось. У меня вот тут идет острое, достаточное ребро. Сейчас посмотрим. Это из-за того, что мы поставили здесь с помощью Shift-E жесткость, да, вот этим ребрам придали. Вот, я думаю, что, в принципе, ее можно здесь оставить в таком виде, в каком она есть. То есть не сглаживать ее так сильно, как на референсе, мне кажется, возможно, даже это лучше выглядит. Вот, в принципе, опять же, это дело ваше. Вы можете сглазить вот эти вот ребра, да, можете их и не сглаживать. Так, а теперь, что у нас здесь, да, стойку мы подправили. Теперь ручкой, да, надо заняться, потому что она на референсе также больше. Давайте переставим центральную точку на среднюю точку объекта и начнем увеличивать. Так, центральная точка этого объекта у нас находится вне геометрии, поэтому с помощью Ctrl-Shift-Alt-C переместим центральную точку к геометрии. Теперь перейдем на режим сетки и будем увеличивать вот эту рукоятку, вот эту, да, до тех пор, пока она не станет того размера, который нужно. На референсе, опять же, у нас вот эта с деталями часть, да, она идет, она короче получается, чем у нас она вышла, поэтому перейдем на режим сетки и подвинем все вот эти вершины сюда и можно чуть ее заглубить. Так, вот она как вышла, но теперь у нас под нее отверстие меньше стало. Опять же, это ваше дело, как его делать, какого размера, да, вот, если вы хотите его подправить, вы можете это сделать, в принципе, тоже. Как это сделать? На режиме сетки, опять же, выберем все вот это отверстие и от вида сбоку мы можем его расширять, например, и помещать выше, да, или ниже, как нам нужно. Но смотрите только внимательно на то, чтобы у вас вот эти точки все, да, не сбивались слишком сильно от геометрии, иначе получается вот такая вот чушь, да, тут с поверхностью. Поэтому, если вы подвинули, да, потом у вас это все вот так вот получилось, вы можете с помощью W Smooth сгладить положение этих точек и повторить эту операцию с помощью Shift R. Выделить другую точку, это точно так же, да, с помощью Shift R, как бы, усреднить ее положение. Вот, это позволит вам примерно восстановить, да, ту геометрию, которая была изначально. Вот, но опять же, лучше все поправлять вручную, вот, и размещать точки на поверхности, так как они должны были быть изначально. Поэтому, если у вас вот эта вот часть поверхности, да, сейчас выделим, и она уехала куда-то от референса, то лучше это все вручную, да, не торопясь сделать. Так, вот эти, так, сейчас выберу вот эти три точки. Вот, так, посмотрим, как это все дело выглядит. Вот, ну, по-моему, это, кстати говоря, не самый, да, лучший вариант. Немного натянута, но, если мы посмотрим со сглаживанием, то выглядит все достаточно неплохо. Посмотрим на обратную сторону, да, как она у нас выглядит, и на эту. То есть мы сделали просто таким образом это отверстие больше. Вот. Могли вообще, на самом деле, этого не делать, да, то есть просто утопить регулятор в основании. Это все зависит от того, насколько вы хотите, чтобы детализированным был ваш объект. Так как он у нас будет находиться где-то далеко достаточно в сценке, да, и не занимать основное место, вот, то можно и так оставить. Если он стоял, ну, то есть вы делали бы его отдельный объект, да, например, хотели бы именно его детализированный показать, то лучше, конечно, все вот эти вещи проработать дополнительно. Вот. Но я думаю, нам стоит вот для этой именно сценки вот этим и ограничиться. Посмотрим, попали ли мы в референс. Да, мы попали. Профиль у нас совпадает более-менее с тем, что есть на референсе. Эту часть мы также подвинули, да, поставили на свое место. Вот. И, в принципе, на этом мы можем переходить к дальнейшим деталям. И еще одна деталька перед тем, как мы пойдем дальше. Если мы приблизимся к нашему календарю, то мы увидим явные затяжки в углах. Почему это может происходить? Это может происходить, потому что у нас вершины не находятся на одной плоскости здесь, да, например, вот тут вершинка оказалась сдавлена в поверхность. Как можно достаточно просто, если не решить до конца, да, то, по крайней мере, эту проблему сгладить. То есть, выбираем точку, которая у нас находится, да, здесь вот на месте растяжки. Нажимаем W-Smooth. И затем повторяем с помощью Shift-R это действие до того момента, пока у нас точка практически не перестанет двигаться. Выбираем соседнюю точку, да, которая у нас тоже здесь немного замята. И нажимаем также Shift-R и удерживаем до того момента, пока она не подвинется и не перестанет двигаться. То есть, мы на каждой из этих точек, по сути, повторяем просто операцию сглаживания, усреднение положения точки между всеми ее направляющими. То есть, это аналог такой операции релакс, да, или расслабления точек. Вот. И если мы посмотрим сейчас, то мы видим, что фактически наш шов ушел, да, с этой поверхности. И мы эту проблему решили. То же самое здесь, да, сильно заметен шов. Если мы перейдем сюда, выделим точку, нажмем Double-Smove, теперь нажмем Shift-R и продолжим удерживать, пока она не перестанет двигаться. Вот. А затем то же самое сделаем со второй точкой. То, выйдя на объектный режим, мы увидим, что вот этот наш шов пропал. Вот. И таким образом мы достаточно легко можем вот такие вот вещи исправить на геометрии, да, которые сильно видны. Я этого делать сейчас не буду. Мне кажется, на подставке мы и так достаточно поработали. Давайте войдем в объектный режим и начнем делать уже непосредственно наши стойки и основную геометрию объекта. Если нам в конце-концов что-то не понравится, мы всегда сможем это переделать. Итак, начнем с зеркальных стоек, да, сделаем. Сейчас от вида спереди посмотрим, вот как они идут. И мы сделаем это из простого полигона, который мы экструдируем наверх. И вверху мы его подсоединим к окружностям, также экструдированным, да, чтобы получить вот такую вот форму. Добавим в сцену плоскость, Shift-A и Plane. И уменьшим ее с помощью S до размеров нашей подставки. Поместим ее с помощью G куда нужно, да, вот в центр примерно подставки и начнем уменьшать, пока она не станет нужного нам размера. Теперь посмотрим, как она, насколько она в длину занимает место, да, на основании. Ну, если отступить немного от краев, то примерно треть, да, то есть она в два раза по длине больше, чем наша подставка. Давайте ее такой и сделаем. Для начала я включу магнит в режиме прилипания к полигонам и режим выберу Closed, ближайший полигон, да. Это позволит нажать G и Z и затем с зажатым Ctrl нажать в левой клавише мыши на любой точке поверхности. И полигон прилипнет к этой поверхности. Теперь посмотрим от вида спереди. Как это все выглядит, да. У нас стойка должна находиться, начинаться прямо за нашей подставкой. Посмотрим, как это все выглядит. Ну, да, вот она здесь будет начинаться. Какое расстояние между ними. Сейчас еще раз проверим от вида спереди. Небольшой, а тут есть, да, небольшой зазор между ними. Сделаем его на геометрии. Войдем в режим редактирования и вот это ребро по оси Y расширим до того уровня, который нам нужен. Я сейчас смотрю, у нас вот эта подставочка, да, наша. Выезжает объект ее за пределы нашего основания. Конечно, так вставлять нельзя, поэтому давайте выберем оба эти объекта и подвинем по оси Y немного назад. Теперь посмотрим, получается ли у нас так, как нужно нам. У нас остался здесь этот полигон. Запомним, да, что он у нас здесь есть. Я с помощью Alt, D и Y проверю, будут ли у нас три длины этой подставки или нет. Нет, три длины подставки у нас не будет. Я удалю эту копию, которую сделала. Давайте выделим эти два объекта и немножечко по оси Y их сожмем. То есть немножечко сделаем неравномерным наш треугольник, но при этом что у нас получится, это то, что мы сможем правильное расстояние уделить для ножек, которые держат основной корпус. Вот так, где-то, да, начнем основание подставки и продлим его так же, чтобы отступ был примерно такой же, как и здесь. Теперь что мы сделаем? Мы возьмем этот полигон, будем ориентироваться по референсу и экструдируем его с помощью EZ по оси Z на нужное расстояние. Если нужно, сверяйтесь с референсом на режиме сетки. Теперь его нужно сузить по оси Y, S, Y. Мы всегда можем посмотреть, как вся эта наша геометрия выглядит сбоку, если мы выйдем в объектный режим и с помощью ALDE скопируем наш объект. Если мы нажмем ALDE и затем ось X, то мы сможем двигать связанную нашу копию, которую мы сделали с помощью ALDE, точно по оси X. Совместим ее с нашим референсом от вида сбоку. Лучше, конечно, с тем, которые у нас соответствуют выбранные ножки. То есть мы делаем сейчас левую, если смотреть от объекта ножку. И здесь у нас референс, вот она его левая ножка. Так как это связанная копия, то изменения в одной копии будут повторять изменения в другой. А что нам нужно сейчас сделать с этой копией? Нам нужно развернуть ее на 90 градусов по оси Z, так как она направлена прямо на нас. Нажмем RZ и повернем ее на 90 градусов по оси Z. Мы можем любые изменения проводить со связанными копиями в объектном режиме. Мы можем их масштабировать, мы можем их вращать, мы можем их перемещать. То есть изменения в объектном режиме никак не отображаются на первоначальном нашем объекте. Но все изменения, которые мы делаем с геометрией, отображаются и там, и там. Перейдем на этой копии в режим редактирования. Мы можем быть уверены, что мы работаем одновременно с той. И на режиме сетки давайте поправим наши вертексы, выделив оба наших вертексы. И нажав SX и растягиваем их до тех пор, пока они не растянутся до нужного уровня. Также делаем вверху, выберем вершины, нажмем SX и проверим, чтобы они совпадали с нашим референсом. Если нужно, мы можем подвинуть их по оси Z. Теперь если мы выйдем в объектный режим и посмотрим на наш первоначальный объект, то мы видим, что все изменения, которые мы сделали на том объекте, они также повторились и здесь. То есть это такой способ применения связанных копий. Это позволяет создать объект, например, сопоставив его с несколькими референсами сразу. Если у нас на картинке уже есть несколько видов, мы можем делать связанную копию и изменять ее. И оригинал автоматически изменится. А теперь давайте сделаем вот это кольцо, которое сверху у стойки есть. Для этого войдем на режим редактирования. И теперь в режиме редактирования, если мы добавим окружность, то она будет в том же объекте и также продублируется. Давайте это сделаем. Чтобы добавить окружность точно по центру, мы можем убедиться в том, что у нас выбраны нужные вершины. И нажать Shift S в курсор к выбранному. Это поместит наш курсор к выбранным вершинам. Теперь, если мы нажмем Shift A и добавим группу в сцену, то он добавится точно в той точке, которую мы выбрали. Давайте поставим количество вершин на 10. Вы можете выбрать любое нужное вам количество вершин. Просто рассчитывайте то, как вы будете подсоединять в данном случае вот эту окружность к уже существующей геометрии. Я исходила из того, что у нас здесь расстояние. Вот это мы на глаз примерно определили, сколько оно составляет. И посмотрим, сколько оно раз уместится на вот этой окружности, которая у нас в референсе. Посчитаем. Вот одно. Примерно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я посчитала, что примерно 10 раз оно уместится. Поэтому я поставила 10 вершин для круга и оставлю в таком виде. Если сейчас неправильно будет, то изменим количество вершин и добавим новый круг. Теперь уменьшим его до нужного размера. То есть ориентируясь на боковые линии. И с помощью RX90 развернем. Теперь, что мы сделаем? Нам нужно его будет подсоединить к этой площадке одним из ребер. Оно сейчас расположено так, что точки находятся сверху и сниже. Нам нужно, чтобы этот отрезок находился здесь. Это значит, что нам нужно повернуть его на определенный угол. У нас сейчас сколько тут сторон? 10 сторон и, соответственно, 10 вершин. Нужно повернуть его на половину этого расстояния. То есть на половину угла между двумя вершинами и центром. Это будет 360 разделить на 10 наших точек. 36 градусов. То есть вот этот угол составляет 36 градусов. Нам нужно повернуть на его половину, то есть на 18. Поворачиваем R. 18. И вот у нас круг развернулся точно так, как нам нужно. Теперь осталось его только с помощью G по Z подвинуть наверх. И вот фактически мы получили то, что нам нужно. По-моему, мы с количеством вершин угадали. Я немножко увеличу еще круг. И теперь мы можем спокойно вот эти вот вершины просто-напросто подсоединить прямо к уже существующим на окружности. Выберем первую вершину, выберем вторую. Сейчас мы проверим, у нас это объемная геометрия или нет, потому что это будет важно. Да, у нас, кстати, объемная геометрия, поэтому не забываем об этом. Мы можем удалить вот этот верхний полигон и нижний заодно полигон тоже, пока мы про него вспомнили, потому что лишний нам тоже ни к чему. Выберем с помощью клавиши L и подведя курсор к окружности все ребра ее. У меня сейчас не выбирается. Можно переставить на режим вершины, подвести к одной из вершин и нажать также L. Вот у нас выбралась окружность, теперь мы должны ее экструдировать до вот этого вот ребра. Поставим режим прилипания, режим магнита на вершины и также отметим ближайшую. Нажмем EY, чтобы экструдировать нашу окружность и с зажатым контролом нажмем на уже существующие вершины. Вот у нас экструзия ровно экструдировалась настолько, насколько нам было нужно. Теперь все будет совпадать. Все, что нам осталось, это подсоединить вершины. С помощью делита на цифровую клавиатуру я подъеду поближе и начну присоединять вершины вот этого нижней подставки к окружности. Выделю одну вершину с помощью Shift правой клавиши мыши. Выделю вторую вершину, нажму Alt и M и соединю в последний. Ту же самую операцию повторю с вот этими вершинами, с тремя парами. Выберем первую, выберем последнюю. Здесь мы можем не нажимать Alt и M, мы можем нажать Shift и R. Shift и R это повторение операции. Нажму Shift и R и они автоматически сольются. Теперь повторим на обратной стороне. Первую, последнюю Shift и последнюю пару. И нажму Shift и R. Все, наши вершины соединились. Теперь мы можем вот эту центральную часть, Facet или полигон, убрать. Потому что он нам здесь в принципе не нужен будет. Это будет внутренняя часть, которая не будет видна. Мы сейчас будем экструдировать этот круг, вот эту внешнюю часть и внутреннюю часть вовнутрь. Чтобы они закрылись. Перейдем опять на вид спереди. В данном случае у нас тут объект повернут боком, так как нам надо. Давайте выйдем на объектный режим и посмотрим, все ли у нас на том объекте получилось. Да, все так же получилось. Видите, мы можем нормально работать с обоими объектами. Единственное, что тут основание занимает гораздо больше, чем оно должно занимать. Хотя мы ориентировались по референсу. Это значит, что у нас основание просто меньше, чем оно должно быть на самом деле. Мы с этой проблемой потом еще разберемся, когда в конце уже проверим, все совпадает ли по пропорциям. Основную форму мы намечаем сейчас. Итак, давайте продолжим работу с подставкой. Перейдем на ее режим редактирования. Теперь мы что сделаем, так это мы вот эти две окружности, как я уже говорила, мы их экструдируем вовнутрь. Так, чтобы они либо были закрыты, либо не были. Сейчас мы посмотрим, как это сделать. Если я перейду на режим спереди, да, и мы посмотрим на наш референс, то, по идее, да, в этой подставке отверстие, в которое вставляется вот этот вот элемент, да, то есть ось. И здесь еще идет дополнительный вот этот вот, да, цилиндр дополнительный, который находится между подставкой и основной частью. Вот, поэтому мы можем сделать здесь отверстие, можем его не делать, но давайте для реалистичности сделаем здесь это отверстие на геометрии и потренируемся, просто посмотрим, как это будет выглядеть. Выберем все ребра окружности, нажмем ES и экструдируем все это вовнутрь дела. Поименно вот до этого уровня. Что у нас получилось? Это у нас получился вот такой объект. А теперь нам нужно его соединить мостом. Если у вас стоит аддон, да, F2, это можно, не F2, а Loop Tools, да, можно это сделать через меню W, Loop Tools и Bridge. В принципе, это можно сделать с помощью вот этой команды. Если вы нажмете B, то здесь в меню есть команда Bridge & Shops. По идее она делает то же самое, да, то есть позволяет соединять мостом выбранные цепочки, ребер. Вот у нас получился такой элемент. Внутри, если проверим, у нас полигонов нет, да, если бы у нас был тут полигон, сейчас покажу, вот внутри, то мы на режиме фейсов или на режиме полигонов его бы увидели. Вот такой полигон мог бы вызвать разные всякие артефакты шейдинга, да, поэтому такие внутренние полигоны, которые не видны на поверхности, их нужно обязательно убирать. То есть если вы перешли на режим полигонов и видите вот такую точку, да, то нужно выделить этот полигон и обязательно его через X Faces удалить. Вот, все. Вот у нас получился вот такой объект. Теперь мы создадим вот этот вот элемент, который находится на оси. Это заклепка или даже не знаю, как это назвать. Чтобы его сделать, мы сделаем копию вот этих вот ребер. Перейду на режим выделения ребер. Нажму Delete на цифровую клавиатуре, чтобы приблизиться к объекту. У нас сейчас выделен луп полигонов целиком, нам этого не нужно, да, выделим только ребра Shift Alt правой клавиши мыши и у нас выделятся вот эти ребра. А с помощью Shift D сделаем их копию и с помощью правой клавиши мыши отпустим на то место, на котором они изначально находились. Теперь останется сделать только P и Selection. Таким образом мы отделим вот эти ребра, которые мы сделали, дубликат, в отдельный объект. Нажимаем P и Selection. Теперь выходим на объектный режим и у нас появился дополнительный объект, который мы также можем выделить и с ним уже работать. Теперь мы сделаем, как я уже сказала, вот этот вот элемент. Посмотрим, что он у себя представляет. Это, в принципе, это простой экструдированный цилиндр, который затем сужается и заканчивается он плоской площадкой. Давайте повторим эту формулу. Перейдем в режим редактирования. Выделим все ребра наши. Мы видим, что они точно совпадают по контуру. Может быть, мы немножечко расширим в конце концов это все дело, но чуть позже. Нажмем EY, чтобы экструдировать по оси Y. Затем нажмем EY еще раз и с помощью S сожмем этот элемент немножко вовнутрь, чтобы у него получился вот такой вот спад. И теперь мы можем сделать ES и с помощью Alt-M этот центр соединить все наши ребра в центре. Как вы видите, у нас тут часть геометрии, по крайней мере у меня, она получилась темной, затененной, это значит, что нормали здесь развернуты не туда, куда нужно. С помощью A я выделю весь объект и нажму Ctrl-L, N, N, Господи, Ctrl-N, чтобы перевернуть все нормали. Теперь, если мы выйдем на объектный режим, то вот как это все дело выглядит. Если мы добавим модификатор Subdivision Surface, то вот как все изменится. Нам нужно добавить, так же, как уже мы делали, с помощью Shift-E добавить жесткости к ребрам, которые мы хотим, чтобы оставались жесткими. Выделим вот этот вот ребер с помощью Shift-Alt правой клавиши мыши и нажмем Shift-E, единица. Теперь то же самое мы сделаем вот на этих ребрах, Shift-E, единица, и на вот этих ребрах, Shift-E, единица. Кстати говоря, мы можем их немножко уже вдвинуть вовнутрь, просто для удобства. Теперь перейдем на объектный режим, и если мы поставим режим сглаживания с помощью клавиши Z-Shade Smooth, далее, если у вас пай-меню стоит, либо отсюда из меню инструментов Shading Smooth, то вот что получится. Нам нужно включить еще AutoSmooth. Заходим в раздел мыши, включаем AutoSmooth. И вот что у нас получилось, какой элемент у нас получился. Мы, кстати, не сделали этой операции с тем объектом, который мы делали изначально. Давайте это тоже сделаем. Переставим с помощью либо Z, либо панели инструментов Shading на Smooth. Добавим модификатор Subdivision Surface. И теперь выйдем на режим редактирования и начнем отмечать ребра, которые мы хотим, чтобы были жесткими. Это вот эти все наши ребра на передней поверхности. Сейчас нижние пока не будем отмечать, посмотрим, нужна она нам или нет. Нажмем Shift-E, единица. Вот что мы получим. И то же самое с ребрами на задней поверхности сделаем. Выделим их все и нажмем Shift-E, единица. Посмотрим, что получилось. Форма не повторилась пока что. Поэтому мы выделим все 4 нижние ребра. И с помощью Shift-E, единицы, сделаем жесткость для них. И теперь нам нужно еще будет сделать жесткость здесь, чтобы объект все-таки принял ту форму, которая нам нужна. Нажмем Shift-E, единица здесь. И затем Shift-E, единица здесь. Посмотрим, как это выглядит с сабдивом. Уже лучше, да, на самом деле. Теперь осталось только сделать внутренние лупы и ребер. Давайте ненадолго снимем сабдив, чтобы было видно, что мы выделяем. Выделим внутренний луп, ребер здесь и здесь. Нажмем Shift-E, единица. И теперь, если мы включим сабдив, то вот как это все будет выглядеть. В принципе, да, можно было бы, конечно, еще подтягивать вот эти вот, то есть делать жесткими вот эти ребра. Но я считаю, что это сейчас не нужно. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть вместе с автосмофом. Мы еще автосмоф не включили. Включим автосмоф. И вот как это выглядит. По-моему, выглядит достаточно неплохо. То есть мы получили ту форму, которую мы хотели. И она выглядит сглаженной на вот этой боковой поверхности. И при этом у нее остается острое ребро здесь. Как вы видите, у нас здесь даже немножко видны углы. Если бы мы взяли больше, с большим количеством вершин, окружность, она выглядела бы более сглаженной. То есть понятно. Даже несмотря на автосмоф, у нас все равно здесь остаются уголки. Если мы поставим режим подразделения на 2 в viewport, то она станет сглаженной. Таким образом вы можете тоже видоизменять, как у вас объект выглядит. Я оставлю пока на единице, потому что мне это сейчас не важно. И давайте сделаем вот этот элемент. Сейчас выйду на вид спереди. Вот этот элемент, эту шайбу, которая находится между подставкой самой и основной частью объекта. Это тоже простой цилиндр, который мы также продублируем окружность из ребер уже существующего объекта. И выделим в отдельный объект. Давайте сейчас это сделаем. Выберем наш основной вот этот объект стойки. Перейдем на режим редактирования. И выбрав вот эти все ребра на задней окружности, причем нам нужно выбрать еще это ребро, потому что там у нас цельный цилиндр в том объекте. Нажмем Shift D. И правую клавишу мыши, чтобы бросить копию на то же место, где у нас находился первоначальный объект. Теперь P Selection выделим в отдельный объект. И на объектном режиме у нас появился вот такой вот объект. Теперь что нам нужно сделать, это нам нужно его расширить. Выйдем в вид спереди, войдем в режим редактирования, выделим все. И нажмем клавишу S. И расширим его примерно до величины, которой он на референсе. Теперь мы можем его экструдировать по оси Y на определенную величину. Опять же, сейчас я все делаю просто-напросто на глаз. Мы потом сверимся с референсом. И в любом случае мы в конце еще, как я уже сказала, будем проверять, насколько мы попали в наш референс и что нам нужно подправить. Цилиндр у нас этот, если мы посмотрим по референсу, он должен быть закрыт. То есть должно быть видно, что он закрыт снаружи. Поэтому мы просто выберем вот эти вот ребра, которые ближе к нам находятся. И от вида спереди клавиша единицы на цифровой клавиатуре с помощью ES немножечко вовнутрь их экструдируем. Нормали перевернуты, объект затенен. Поэтому я выделю все с помощью клавиши A и нажму Ctrl-N, чтобы перевернуть нормали. Вот что у нас получилось. Теперь точно так же мы переставим шейдинг на смоп. Проверим, чтобы у нас в разделе меша стоял автосмоп. И так как модификатор сохранился, то у нас есть возможность также влиять на модификатор. Мы можем поставить сглаживание на двойку. При этом объект будет более сглаженным или оставить на единицы. Объект будет менее сглаженным. Смотрите, как вам удобнее. Вот мы сделали стойку. Теперь давайте от первоначального нашего вида спереди проверим, насколько мы попали хотя бы предварительно. Перейдем на вид спереди и посмотрим, что у нас есть на изначальном нашем объекте, который мы делали. У нас здесь есть только стойка, потому что копии вот этих двух объектов, шайбы и заглушки, мы не делали. Давайте исправим эту ситуацию. Мы можем их выбрать. В принципе, здесь они нам уже больше не нужны. Поэтому мы можем просто их подвинуть по оси Х. Посмотрим от вида сверху, чтобы они совпадали со стойкой примерно. Сейчас мы их подвинем как надо. И с помощью RZ развернем на 90 градусов. Вот так. Теперь перейду на вид сбоку с помощью тройки на цифровой клавиатуре и по оси Y. Подвину их так, чтобы они попадали в центр основного объекта. Теперь осталось только их по оси Х подвинуть так, как надо. Сейчас посмотрим от вида спереди, чтобы они попадали так, как надо. И что здесь с основным объектом? У нас здесь просто сабдив не стоит. Давайте его добавим. Дификатор Subdivision Surface. И вот как это все будет выглядеть. Теперь давайте от вида спереди проверим, попали ли мы в референс. В референс мы практически попали. И что я бы сделала, это бы увеличила вот этот элемент. У нас сейчас у него центр находится вот в этой точке, так как мы копировали эти объекты из нашей первоначальной стойки. Поэтому давайте с помощью Ctrl-Shift-Alt-C перенесем центр этого объекта геометрии. Origin to Geometry. А теперь у нас масштабирование будет осуществляться вокруг его центральной точки. Нажмем S и увеличим наш объект до нужных примерно размеров. Я выдвину его чуть-чуть вперед. Посмотрим, как он выглядит на референсе. Сожмем немножко его по оси Z, но чтобы он сжимался пропорционально, то есть чтобы он не превращался в овал, надо его сжать не только по оси Z, но также по оси Y, то есть исключив только ось X. Сделаем это, нажмем S и Shift-X. И теперь, если мы сожмем наш объект и посмотрим на него сбоку, то так он и остался круглым и в пропорциях не изменился, просто стал меньше. Теперь посмотрим на это в режиме сетки. Опять же, кольцо должно быть немножко больше, судя по референцу. Давайте перейдем на режим редактирования. Выйдем в режим работы с вершинами. И выберем все вот это кольцо. Нам его также нужно растягивать по всем осям, то есть по Z и по Y, кроме X, чтобы оно не расширялось в стороны. Нажмем S и Shift-X. И подвинем, то есть расширим его немножко до того уровня, который у нас есть на референсе. Этот элемент мы также сделали. И так как он был связан со стойкой, то автоматически у нас и ее пропорции немножко изменились. Посмотрим. Последний теперь элемент, который здесь есть. Это вот эта шайба спереди. Посмотрим, попали ли мы. Мы с ее пропорциями попали. Теперь осталось ее только подвинуть по оси X. Немножечко назад. Выйдем на ее изолированный режим. Посмотрим, как она выглядит. Выглядит она вполне неплохо. Единственное, что я смотрю, тут, по-моему, какие-то вершины оказались немножечко вдавленными. Давайте проверим, чтобы у нас все вершины вот этой поверхности находились на одной плоскости. Для этого выделим вот этот луп полигонов и нажмем S, X и 0. Это позволит выровнять все вершины, которые находятся на этой поверхности, по одной плоскости. Теперь то же самое на всякий случай. Повторим с ребрами на задней части. Нажмем S, X и 0. Это позволит нам удостовериться, как я уже сказала, что все вершины находятся на одной плоскости. Теперь мы знаем, что это точно так. Выйдем из изолированного режима. Вот как это у нас выглядит. Посмотрим на режиме Solid. В принципе, да, основные элементы у нас уже есть. Единственное, что мы можем сделать, это мы можем вот эту шайбу немножечко расширить по всем осям, кроме X, чтобы она уходила туда. Либо просто выйти на режим редактирования и продлить ее по оси X вот так. Немножечко вовнутрь. Давайте даже ее наоборот. Немножечко уменьшим по всем осям, кроме X, чтобы было видно, как будто действительно ось помещается в этом элементе. Нажмем S, Shift, X или X и сожмем ее в размерах. Еще немножко, мне кажется, можно сделать. Хотя, в принципе, расстояние у нас уже вот это есть. S, Shift, X и чуть-чуть сожмем. И вот что у нас получилось. Опять же, да, со сглаживанием все будет выглядеть на втором уровне получше. Мы можем вот так вот оставить. В принципе, все, да. Вот на этом с элементом стойки мы закончили. Сейчас мы его продублируем, и можно будет уже переходить к основному элементу. Так как у нас настройки на всех трех элементах подставки повторяются, да, то есть мы используем AutoSmooth, мы используем Subdivision модификатор, то я предлагаю объединить просто все эти три элемента в один объект, да, и они будут использовать одинаковые модификаторы, одинаковые настройки мыши и так далее. И нам будет удобнее, например, заркалить эти объекты. Для того, чтобы объединить объекты вместе, мы выберем сначала основной объект, да, который у нас будет главным. Давайте сделаем вот эту стойку главным объектом, к которому мы будем все присоединять. Для того, чтобы объединить объекты, нужно выбрать все, которые мы хотим присоединить с помощью либо правой клавиши мыши, да, либо Shift правой клавиши мыши, для того, чтобы выбрать несколько элементов. И последним элементом мы должны выбрать тот, к которому мы будем присоединять. Выберем с помощью Shift правой клавиши мыши вот эту стойку, И для соединения объектов в один нажмем клавишу Ctrl-J. То, что объекты объединены в один, это не значит, что мы не можем выделить отдельные детали этого объекта. Если мы перейдем на режим редактирования, то мы увидим все наши три объекта, находящиеся в одном. Для того, чтобы выделить отдельный элемент объекта, если мы хотим отдельно, изолированно поработать с каким-то определенным элементом, мы можем подвести к нему курсор мыши и нажать клавишу L. Это позволит выбрать все элементы, связанные с тем, что находится сейчас под курсором. Таким образом, если мы подводили курсор к этому элементу, нажимали L, выделялся вот этот элемент. Если мы подводим к этому, нажимаем L, выделяется стойка. Если мы подводим к шайбе, нажимаем L, выделяется шайба. То есть точно так же у нас ничего не потеряно. Возможности работы отдельно с составляющими частями нашего объекта у нас есть. Теперь давайте разберемся с тем, где находится центральная точка этого объекта. Сейчас она находится вот в этом месте, которое не совсем понятно. То есть мы оттуда начинали создавать какую-то плоскость, потом ее экструдировали в режиме редактирования и так далее. Когда мы работаем в режиме редактирования над объектами, их центральная точка не меняется на объектном режиме. Поэтому давайте ее просто сейчас переставим в то место, которое будет более удобно. Например, в центр самой этой стойки. Для этого перейдем в ее режим редактирования, выйдем на изолированный режим с помощью нажатия слышно-цифровой клавиатуре. И выберем 4 ребра, которые у нас составляют основание нашей стойки. Теперь нажмем Shift-S и поставим курсор к выбранному. Курсор to select it. Это поставит 3D курсор в центр выбранных объектов. Усредненное положение между ними. Все, что нам теперь осталось сделать, это выйти снова на объектный режим и нажать Ctrl-Shift-Alt-C. И с помощью опции Origin to 3D курсор переместить центральную точку объекта к 3D курсору. Все, теперь центральная точка объекта находится в 3D курсоре. И нам будет удобно, например, ориентироваться, где находится этот элемент. То есть мы знаем, что центральная его точка находится ровно в основании стойки. Это интуитивно понятно и поможет нам с, например, модификатором Mirror правильно взаимодействовать. Вот, мы поставили эту точку, куда нам нужно было. Теперь мы можем выйти из изолированного режима и отзеркалить нашу стойку. Еще один пункт, прежде чем ее отзеркалить, эту стойку, проверим, что у нашего объекта сброшено вращение и масштабирование. Для этого нажмем Ctrl-A и выберем пункт Rotation and Scale. Если эти параметры не сброшены, то при работе с модификатором Mirror могут возникнуть ошибки. Сейчас мне Blender показал, кстати говоря, ошибку, если я сброшу еще раз Ctrl-A и Rotation и Scale, что он не может применить к объекту, точнее к полигональному мешу, который используется несколькими объектами. Это потому, что у нас есть копии этого объекта в сцене. Мы можем, в принципе, их удалить, копия вот этого объекта. И теперь, если мы выберем ее, нажмем Ctrl-A и Rotation и Scale, то этого предупреждения не появится. Мы сбросили все трансформации этого объекта. А теперь перейдем к отзеркаливанию. Выйдем на режим спереди и добавим модификатор Mirror. По умолчанию у нас стоит здесь ось X. И если мы посмотрим в сцену, то мы увидим, что объект действительно отзеркаливался по ось X. Но отзеркаливался он относительно собственного центра, то есть центральной точки своей. Это, естественно, не тот вариант, который нам хотелось бы. Поэтому мы можем выбрать специальный объект, относительно которого мы будем осуществлять это отзеркаливание. В данном случае, я думаю, нам стоит выбрать наше основание календаря, так как это основной фундаментальный объект, к которому у нас будут потом, я думаю, присоединяться все части или связываться с ним. Поэтому выберем его, посмотрим, где у него находится центральная точка. Обязательно проверим, чтобы у него центральная точка находилась ровно посередине. Для этого перейдем даже в режим редактирования и посмотрим на это, на все. Если вы не уверены, или если у вас идет такая неравномерная геометрия, например, здесь она разделена на двое, тут неизвестно сколько, то вы можете выбрать симметричные куски вашей геометрии и нажать Shift-S и поставить курсор к выбранным объектам. Это перенесет курсор на то место, где должен находиться центр. Перейдем на объектный режим, нажмем Ctrl-Shift-S и перенесем центральную точку в 3D курсор. Как вы видите, положение этой центральной точки немного изменилось все-таки. И мы как раз вокруг этой центральной точки будем зеркалить. В принципе, мы можем зеркалить вокруг другого какого-то объекта, например, пустышки, которая позволит нам контролировать относительно какой точки пойдет отзеркаливание. Но давайте в данном случае не будем усложнять это все. Выберем просто нашу стойку и в качестве объекта зеркала с помощью пипетки либо из списка укажем нашу основную подставку. И теперь, как вы видите, наша стойка отзеркалилась. Если мы посмотрим на референс, то увидим, что здесь расстояние до основной части календаря меньше, чем здесь. Но это мы все исправим на финальном этапе. Пока что мы можем уже переходить к основному элементу календаря, вот этому контейнеру для чисел. И мы перейдем к нему в следующем видео. Продолжение следует...